Всем привет! Сегодня выпустили новый бета-патч для Fallout 4, 1.3.45. Опять это бета. Да, непонятно зачем. Ну, на официальном сайте Bethesda, вот оно, всё указано. Ссылка будет в описании, если что, можете почитать. Но самое важное, что добавили. Новый HBO+, это глобальное затенение. Эффект оружия для видеокарты NVIDIA. Только для видеокарты NVIDIA тут даже указано. Новый статус меню для поселенцев. Много исправлений, памяти, стабильности, производительности. Фиксы, 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 фиксы. То есть, очень много всего. Квесты пофиксили некоторые. И воркшоп пофиксили. Ну, тут, конечно, кто этим занимается. Итак, ссылка будет в описании, если что, перейдёте, почитайте. Далее, как установить этот патч. Ну, как и обычно, это бета. Так что, заходим в свой Steam, Fallout 4, правой кнопкой, свойства. Бета-версии. И здесь у вас будет бета 1.3 бета-апдейт. Нажимаем на неё. Вы успешно записались на бета-тестирование. Обновление в очереди. Закрываем. Вот он загружается. И посмотрим, сколько он весит. 94 мегабайта. Немного. Ну, ждём, пока загрузится. Так, всё, загрузилось. Готово к игре. После обновления у нас, опять же, появляется в скобочках бета, Fallout 4, как и в прошлый раз. Что ж, запустим. По идее, здесь должно быть в меню Определение параметров. Ультра высокое. Спасибо. Настройки. Так, что добавили? Так, это осталось, это осталось, это осталось. Доп-настройки. Так, здесь ультра, здесь ультра, здесь ультра, ультра. Освещение ультра, солнечных лучей ультра. Резкость. Также осталось. Объёмный свет. Вот он. HBO плюс ультра. Только для... А, нет, это не только для видеокарт NVIDIA. Там какие-то... Вот, осколки от выстрела. Вот они добавили. Скорее всего, это будет на физике обрабатываться. Ну, поставим на ультра, посмотрим. Так, отражение всё это остаётся. Дальность всё оставим также на ультрах. Принять. Принять. Ну что, погнали. Заходим в настройки. Здесь у нас версия 1.3.45.0.0. То есть бета у нас поставилась. Нормально. Продолжаем игру. Так, загрузились. Так, хп, хп, хп. Похавать надо. Есть. Что по фпсу? Так, ну угол обзора я менять не буду, потому что все как-то по-своему привыкли. Так что будем играть на стандартном. Проверять фпс на таком. Лучи солнца у нас на максимум. Здесь всё нормально. 60 фпс держит на ультрах. Так, добавили там физику от выстрела. Скорее всего это вот эта тема. Да. То есть теперь у нас работает физика. Так, ну ладно. Что у нас бетон? Дерево, что у нас? Есть дерево? Дерево. Эх. Понятно. Ну сажает фпс. Из дерева летит дерево. Щепки. Стул сесть. Нет, не надо сесть. Так, здесь работает. Из железа вылетает железо. Ну вот тут нормально всё сделали. А, из воды что будет вылетать? Из воды вылетает асфальт. Нормально. Так, ну давайте на мост пойдём. Самая жёсткая локация. По мне так сказать. Потому что всегда тут садят фпс. Тут и травы много, и дальность большая прорисовки. И вообще объектов всего много. Ну вот он падает до 46, 7. Вообще до 38. Так, давай, давай, бьюш. Так. Вот он загрузил все текстуры, всю дальность. В районе 60-70 на ультра. Ну. Что-то даёт этот патч. Всё же. Всё лучше и лучше. Реально становится играть. То есть... Как бы люди стараются. Так, что с физикой? Ну, физика... Так, смотрим, как она работает. Ага, 60. Фпс поднимается? Нет, не поднимается. Ну, какие-то просадки я чувствую, когда я стреляю. Ну, это каждый у себя, проверьте. Только на видеокартах NVIDIA это работать будет, потому что у них физика у нас есть. AMD Radeon её не поддерживает. Давайте сохранимся. И сейчас от первого лица я постреляю здесь в асфальт. Вот, мы запомнили. Да, все осколки работают. Сейчас мы выйдем из игры и выключим эту настройку и посмотрим, как это работает без физики. Так. Осколки от выстрелов. Давайте выключим её сейчас. Проверим, как вообще без неё. Так, мы загрузились на том же месте. От первого лица сейчас постреляем. Да, как видите, остаются только следы, а самих частиц асфальта не появляется. Ну, и FPS, конечно же, возрос. Там было 60-70, теперь 70-80. То есть, для видеокарты NVIDIA, соответственно, это очень напряжная такая настройка. Можно порегулировать её. То есть, там от среднего до ультра. Ну, в зависимости от вашей видеокарты. Ну, тут 50-60, как обычно. То есть, ничего нового нет. Что касается HBO+, давайте сейчас посмотрим. Сохранимся здесь. У нас FPS 64. Да, 64 здесь, вот в эту сторону. Я также загружусь. Посмотрим FPS. Должен измениться. Так, ну, мы загрузились. Было 64, стало 68. Это на моей видеокарте садится примерно на 5 FPS. То есть, сами понимаете, что ваша видеокарта, конечно же, может показать больше результатов. То есть, большую разницу с этими двумя настройками. И сейчас у меня выключена также физика. HBO+, вот был 64,71. Он вырастает. То есть, в любом случае, 5-6 FPS вы выиграете. А затенение вы можете почитать на сайте NVIDIA. Что такое HBO? Что такое SAO? Даже если сейчас в SAO поиграть, то на мосту, где были просадки именно из-за тенения, можно посмотреть FPS. Даже до 90 прыгает. То есть, в некоторых местах, конечно же, вы будете выигрывать. Вот, даже до 100. Вернулись. Включили. Физику включили. HBO+. Посмотрим физику с гранатой. Давай, кинем вот сюда. Что-то хреново. Физику с гранатой. Ну, давай сюда. Походу, это не считается. Выстрелом? Ну, ладно. Так работает. А, ну, это мои осколки отлетели. А, ну, они тоже сейчас тут разойдутся? Ну, смотрим. На меня должны лететь. Уникай. Да, летят. Интересный факт. А, ну, вот это оставляет что-нибудь? А, что вздвинуть нельзя никак. Добавить новые можно. Либо гранаты. Да. Работает. Сейчас мы зашли в цех сборки Carvega. Здесь у нас у всех были лаки. Так сказать, по многочисленным жалобам. Эта локация оказалась самая FPS-жирающая. Ну, вот я на ней, на ультра, имею 70, 80, 90 фпс. То есть, в среднем 80. То есть, они её пофиксили. Ну, ещё, конечно же, и в том патче её фиксили. Ну, сейчас там тоже были некоторые заметки, что тут тоже всё пофиксили. В общем, никаких проблем нет. Можно, кстати, здесь кинуть гранатку и посмотреть на физику. Может быть, дым изменился, кстати. Не помню, какой был дым. Цвет. Также там на сайте указано, что они пофиксили FPS, когда ты смотришь в оптический прицел в снайперке. То есть, лаги были, да, снижение FPS было, потому что дальность прогружалась. Но сейчас, как видите, у меня 90 фпс на дальности в прицеле. А если я его отключаю, то 75. Получается, да. Лучше. Да, надеюсь, FPS больше становится. Убил. Итак, давайте подведём итоги. Во-первых, добавили физику. Да, круто смотрится. Не спорю. Только для видеокарт NVIDIA. Ну, а Тиродион, понятное дело, не поддерживает эту технологию. Да, это ещё один жрущий параметр, который будет садить FPS. Представьте, сейчас я один, да, стреляю, там FPS не сильно садится. Ну, даже вот, ну, сами видели. А когда будет 8 человек там стреляться, там, поселение на поселение. То есть, из них каждый будет шумалять по стенам, по бетону. Всё это будет в осколках. Ох, прям будет напрягаться ваша видеокарта. Соответственно, не ультра ставим сразу, а высокую или среднюю. Ну, то есть, тестим. Опять же, это бета плюс оптимизация. Новый этот параметр добавили. Так что, ждём полноценный билд. Также, они улучшили производительность. Конечно, с этими, со всеми настройками у меня нормальный FPS, я так сказал бы. А без них я проверял. Держатся вроде 70-80. Ну, это на моей конфигурации. Так что, делать выводы только вам. На ваших конфигурациях. Поэтому, пробуйте, смотрите, обновляйте. У кого репаки, то есть, пиратки, ждите новых репаков. Поэтому, ничего больше не могу сказать. Отдельного патча ещё нет. Я, например, ещё не видел. Если кто увидит его, залейте ссылку под видео. Пусть все пользуются. Или я закину его в облако, и так же все можете скачать. Ну, в принципе, всё рассказал, всё показал. Самое важное, это было нововведение. Именно. Осколки. И HBO+. Который также садит в видеокарту. То есть, эти два параметра теперь показывают ультра-качество вашей игры. Но также снижают FPS. Что ж, всё. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки. И также смотреть плейлист Fallout 4. Там тоже есть несколько полезных видео по этой игре. Всё, с вами был Денчик. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok